Пошли-пошли-пошли-пошли! Опа! Вот так вот! Опа-на! Работаем! Итак, через тридцать с лишним лет мы поднимаем здесь наш флаг Здравствуйте, друзья! И сегодня мы с вами на Уральской реке Койве Вот такая красота тут! Прибрежные камни! Мы с вами уже бывали в наших пеших путешествиях здесь А сегодня сплавляемся, да, и сплавлялись по верховьям А сегодня сплавляемся вниз до устья реки Койва Где река впадает в другую, крупнейшую реку Урала Чусовую Я не видела, когда вот так очень, совсем снизу камень У нас еще вся жизнь впереди! Мы не торопимся! Сейчас нас разворачивают! Здесь я специально поговорить! Спасибо! Вот здесь, друзья, ниже Папажетевского домика бывшего заводь глухая Мы по детству один раз туда заплыли и пришлось обратно выруливать Поэтому сейчас мы туда не пойдем, а пойдем, как говорил Владимир Ильич Ленин, верным путем Ю-хоу! Налево или направо? Налево! Ой, направо! Впереди показался камень стрельный Вот его махина вырисовывается из тумана Много легенд, связанных с названием камня То, значит, белогвардейцы коварные туда водили искусение Александровского За 3-9 земель красноармейцев расстреливать Но на самом деле все не так Посмотрите, видно, что река, камень находится, кстати, на левом берегу Река делает очень крутой поворот И во время сплава барак это было очень опасное место Вы сами увидите, когда мы будем его проплывать И первым в караване барак шел, как правило, наиболее опытный лоцман И, подплывая к таким местам, на носу, на носовой пушке барки давали залп Предупреждая остальных об опасности места Вот так-то, друзья, это делалось И поэтому камень называют стрельным Потому что здесь постоянно Стреляли здесь, стреляли Но совершенно с другими целями Ух ты! Вот, видите, нас несет на кусты Очень опасно, очень опасно Работаем, работаем! Все, отошли Прекратили занос А когда шли барки, здесь же целый вал водяной Вы помните, кто смотрел мои ролики О том, что для сплава барок спускали воду из прудов И целый водяной вал шел по койве Перед открытием щитиков, для того, чтобы они могли беспрепятственно пройти по койве Открывались шлюзы плотины И пускался водяной вал Который поднимал уровень воды в реке И на этом валу щитики проходили койву за часовой Представляете, какая-то была скорость И как трудно было управлять Вот такой он, камень стрельный Мы пойдем Ну вот, правее вот сюда уйдем И потом пойдем вдоль камня Еще полюбуемся камнем стрельным Ирина, дай развернуться байдарочке Вот такой красивый камень Да, туда можно подняться, полюбоваться Красотой койвы с его вершины Вот тут надо зайти И по краешку можно пройти и подняться Так, ну что, идем дальше Впереди у нас очередной перекат грохочет Клокочет, надо правильнее сказать Сейчас мы пойдем в направлении берега И у самого берега по струе резко уйдем влево Так, еще левее, левее, левее пока Левее, не левым лесом, левее уходим Вот так, во Вот так, во Надо поставиться Так, во, вот он Так, приготовься там Смотри, какой подкат Так, работать, приготовься, работать Подожди, подожди, подожди Нам хватит Подожди, подожди, подожди Пошли, пошли, пошли Вот так вот Вот, опа-на, работаем Вот так вот Да, когда-нибудь весной подмоет И будет расчесочка Вот такая она койва То быстрая То спокойная Относительно Не даст заскучать А пойдем слева Пройдем слева сейчас Там довольно-таки интересное место Немножко В сгущающихся сумерках Навеет нам сказочное настроение Тут такая таинственность будет Сумрачная таинственность Мир духа Мир духа Мир духа Подожди, подожди, подожди Так, поставили Вот так вот Слева протока, про которую я говорил Но у нее мы не пойдем Значит А пойдем прямо Прямо Так-так-так, толкаемся На мель сели Да, видимо, мы не пойдем Нет-нет-нет Марина, не этим весло Все, на весло встаем На весло Идем по струе По струе По струе По струе По струе По струе Вот так Так Да Кончается перекат И Коева снова принимает свой спокойный вид Пойдем справа Это часть русла спокойная Перекатов здесь меньше Больше такой омутной тип течения То есть вода почти стоит Ямы глубоко Есть щука Налим Другая рыба Интересная Даже таймень здесь бывает Место называется Рудное Так как впереди Впадает небольшая речушка рудная Где находились Рудники Кусе Александровского завода Здесь мы, пожалуй, встанем на ночлег Время уже сумеречное Надо поставить палатку Разжечь костер Ну и посидим с вами у костерка Ну вот, друзья, встали мы на ночь На ночевку Стали познаваться Поэтому вот В темноте уже разожгли Такой костерок Вообще, конечно Посидеть вечером у костра Большое удовольствие Чаек Сало вот пожарили С хлебом Такие детские ощущения, да, Марина? Да Как в детстве И как всегда Поздно вспомнили Что забыли взять картошку Да, хотели сделать печенки Давно не делали печенки Кстати, мы, наверное, сделаем отдельный ролик Посвященный этому походному блюду Точно Марина, напомни мне Что мы сделали Потому что я думаю, что Современная молодежь даже не знает Что такое печенки Все-таки вечер У костра На природе Непередаваемое ощущение Ночью костер Ласково светится Звездный простор Раньше мы Собирались В походах У костра Вечером После вечернего чая Обязательно Песни Сейчас Не те песни поют Раньше бардовские Классические пели Не знаю Мне вот как-то Эта классика Она Может, это детские Эти впечатления остались Классическая бардовская Песня Мне как-то ближе К душе Пою я сам Не очень, конечно Но если интересно Тоже Напишите в комментарии Может, мы когда-нибудь И сделаем Такую серию Песни у костра Можно пригласить Даже Людей, которые Довольно-таки Хорошо поют И сделать Такие песенные Посиделки У костра Напишите Если интересно Мы попробуем Сделать этот формат Березкою Тонкою Костер обойдет Это там Сделится дым Куда ты переденешься Станешь седым Но не изменишься Сделится дым Куда ты переденешься Станешь седым Как Но не изменишься Переживем Переживем С этой ночевкой Пережуем Пережуем Все втихомолку Сделится дым Дым Куда ты переденешься Станешь седым Как Но не изменишься Но не изменишься Сделится дым 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 Куда ты переденешься Станешь седым Как Ты Но не изменишься Сегодняшний поход У нас вообще Поход новых форматов Так можно Наверное Назвать Потому что я хочу Внедрить Еще одну Одно такое Наше Канальное Ноу-хау Еще Я такого Не делал Вот сейчас Мы находимся На поляне И ляжем Спать А что же Происходит Здесь Тогда Когда мы Спим Мы не можем Этого Видеть А сейчас В этом Походе Мы Поставим В стороночке Фотоловушку И если Здесь Какие-то Действия Кто-то Будет Появляться В тот момент Когда мы Спим Мы это Сможем Потом Увидеть Вот так А кого Ты здесь Надеешься Увидеть А кто Его знает Мир Полон Жизни Лес Кругом Мир Не без Добрых Зверей Мир Не без Добрых Зверей Да Стоянки Они Всегда Интересуют Но обычно Звери Приходят После Людей Но может Быть И наоборот Посмотрим Вот и Наступило Утро Следующего Дня Выбери Меня Выбери Меня Птица Счастья Завтрашнего Дня Мы уже Как видите Проснулись Обосновались Кашку Сварили Чаек Кипятится День Обещает Сегодня Быть Отличным Солнце С утра Да И мы Продолжим Наше Путешествие Да Сейчас Еще Прогуляемся По речке Рудная Я вам Покажу Продолжение Продолжение Продолжение